Убытки криптобиржи Coinbase Binance назвала самый большой риск в 2023 году. Solana закрывает магазины в США, а также Tether усилил контроль над миром стейблкоинов. Сегодня поговорим именно об этом, а пока что заваривать чаек, присаживаясь поудобней, начинаем. Недавнее объявление нью-йоркской компании Pexa Trust Company, которая выпускает стейблкоин Binance, сообщило о том, что она прекратит выпуск новых BUSD, после того, как регулирующие органы США пометили этот актив как незарегистрированную ценную бумагу. Это потрясло рынок стейблкоинов стоимостью 137 миллиардов долларов. Действия американских регуляторов заставили инвесторов усомниться в будущем рынка стейблкоинов, то есть токенов, которые обычно обеспечены традиционными активами, такими как доллары и казначейскими облигациями США. Но рынок на данное событие не реагировал негативно. На самом деле общая стоимость стейблкоинов даже выросла на 2 миллиарда долларов с момента объявления FAX с 13 февраля. В настоящее время конкурирующие валюты пытаются заработать на проблемах BUSD, третьего по величине стейблкоина в мире, чья рыночная капитализация сократилась с 16 миллиардов долларов до 12.9 миллиардов долларов, и его рыночная доля сократилась с 12% до 9.4%. По данным CoinGecko, Tether USD увеличил свою рыночную капитализацию с 1.9 миллиардов долларов и достиг 70 миллиардов долларов после этих новостей. В данный момент он контролирует 52% рынка стейблкоинов по сравнению с чуть более чем 51% ранее. USD Coin вырос от 700 миллионов долларов до 42 миллиардов долларов, увеличив свою долю рынка с 30.9% до 31.3%. Такой главный рост конкурентов BUSD объясняется тем, что стейблкоины являются ключевой частью криптовалютного рынка, а их более стабильная стоимость означает, что они используются для облегчения переводов между криптовалютами или в обычные наличные. Трейдеры также используют эти токены для хеджирования своих позиций. В то же время особого внимания на рынок криптовалют эта новость, похоже, не оказала. Биткоин вырос на 14% за последнюю неделю до 24 900 баксов, на самом деле до 25 тысяч долларов. Не обращаю внимания на опасения, что централизованные банки продолжают повышать ставки. Ну про токен BUSD мы с вами уже поговорили, этот стейблкоин удачно восстановился. Регуляторы решили взяться за самые слабые места криптовалютного рынка. Если лишить нас стейблкоинов, нам будет очень сложно. Поэтому, как по мне, это и есть самое уязвимое место в данный момент. Как вы прекрасно поняли, сегодня будет очень много негатива, но это необходимо, к сожалению, обозревать, чтобы понимать весь криптовалютный рынок, а также предсказать поведение толпы. Продолжаем. Согласно опубликованному 21 февраля отчету о финансовых результатах, за 4 квартал прошлого года крупнейшая американская криптобиржа Coinbase зафиксировала убыток в размере 557 миллионов долларов, а за весь год 2 миллиарда 625 миллионов долларов США. Это просто жесть. Для сравнения, в 2021 году чистая прибыль Coinbase составила соответственно 840 миллионов долларов и 3 миллиарда 624 миллиона долларов. Согласно отчету, доходы Coinbase за прошлый год сократились более чем в 4 раза. Так, за последние 3 месяца криптобиржа заработала 605 миллионов долларов, в то время как в тот же период 2021 года 2 миллиарда 49 миллионов долларов. Годовой доход криптобиржи сократился на 57%. За весь прошлый год Coinbase заработала 3.1 миллиард долларов, что более чем в 2 раза меньше 7.3 миллиардов долларов, полученных годом ранее. В сообщении Coinbase говорится, что ушедший год был сложным для криптокомпании. С одной стороны, из-за макроэкономических факторов, таких как высокая инфляция и рост процентных ставок, а с другой, из-за двух уникальных событий в самой индустрии. Первое, это обвал токена LUNA, который способствовал снижению капитализации рынка криптовалют примерно на 60% и выявил неэффективную практику управления криптовалютными рисками, что в конечном итоге привело к банкротству компании 3AeroCapital, Voyager и Celsus. Второе событие, крах FTX, ставший результатом мошенничества и послуживший причиной еще ряда банкротств в отрасли. Так, для всех новичков нужно что-то прояснить, старички-то уже знают. Что касается лично моей позиции на крипторынке, я рассматриваю всегда два варианта. Первый, это продолжение кризиса. Второй, это обычный разворот рынка. Грубо говоря, я сейчас нахожусь на нейтральной территории между двумя этими позициями и всегда пытаюсь подстроиться по движению рынка. Каким способом? Да очень просто. Всего лишь оставляя свободный фиат, ты всегда сможешь откупить новое дно. Многие, к сожалению, этого не понимают, а потом обвиняют всех остальных. Но от таких персонажей мы очень быстро избавляемся в нашем телеграм-канале. Просто их блокируют. Ну и выгоняя, собственно. Я всегда пытаюсь адекватно воспринимать любое движение цены биткоина. Если он падает, то мы ждем конца пролива, смотрим, какие зоны поддержки остались и на них ставим ведра. Таким способом, с помощью отскоков, мы неплохо зарабатываем на альткоинах. В случае пампа каких-нибудь альткоинов, мы фиксируем прибыль. Но у вас, скорее всего, возникает второй вопрос. Что делать, если ты зафиксировал 2x, но актив ушел на 10 на 20x? Очень просто. У нас есть два портфеля. Один долгосрочный и другой среднесрочный. И чтобы наши мысли и чувства никак не переплетались, мы зарабатываем сейчас на среднесрочном портфеле. А часть от заработанной прибыли мы переливаем в долгосрочный портфель, а другую часть обратно в среднесрок. Таким способом мы поддерживаем баланс между двумя кошельками. Здесь не получится у вас заработать, если у вас не будет определенных знаний. А также у вас должно быть много практики. Если вы ежедневно вкладываетесь и только теряете, не нужно думать о том, что ладно, потерял и хрен с ним. Это неправильно. Вы должны практиковаться. Если что-то не получается, значит что-то ты делаешь неправильно. Ищи другие способы. Мне лично кажется, я сейчас говорю правильно. Если нет, то всегда свое мнение можешь оставить в комментариях. Читаю абсолютно все, удаляю только полных неадекватов. Я думаю, ты не такой. Идем дальше. Патрик Хиллман, директор по стратегии крупнейшей в мире криптобиржи Binance, указал на то, что плохое регулирование может привести к риску увеличения волатильности на рынке криптовалют. Недавно Binance столкнулась с серией расследований своих операций в США со стороны Министерства юстиции и СЭК. Даже несмотря на восстановление в этом году рынка цифровых активов, биткоин вырос примерно на 50% с начала года, а общая стоимость всего этого рынка снова превысила 1 триллиона долларов. В 2023 году может быть еще больше волатильности. По словам Хиллмана, одним из самых больших рыночных рисков является жесткое и неэффективное регулирование отрасли. По его словам, США всегда были местом, которое действительно способствовало великим инновациям. Страна лидировала, когда дело дошло до разумного регулирования. Но, к сожалению, я думаю, что-то, что мы наблюдаем сейчас, со временем будет дорого стоить инвесторам. Отметим, что в феврале Департамента финансовых услуг Нью-Йорка потребовали от блокчейн-платформы Paxos прекратить выпуск стейблкоина BUSD под брендом Binance. Комиссия по ценным бумагам и биржам США принимает жесткие меры в отношении стейблкоинов. Но здесь, в принципе, все то же самое. Продолжают кошмары стейблкоины. Бьют по самому уязвимому месту. Руководство, сформированного на опыте взаимодействия с экосистемой Солана-магазина, Солана Спейс, объявило о закрытии площадок в Нью-Йорке и Майами. Сейчас вам увеличивают этот самый твит. Вот он. Вот он самый. Мы приняли трудное решение закрыть магазины в Нью-Йорке и Майами, к концу февраля и перевести наши усилия по внедрению Солана на цифровые продукты, говорится в заявлении. Основатель Сео Солана Спейс пояснил, что решение было принято несколько недель назад. По его словам, физические магазины не привлекли столько пользователей, сколько ожидалось изначально. Нашей главной миссией с самого первого дня это были эксперименты с новыми и прорывными моделями, чтобы привлечь людей к Web3 и служить сообществу от имени Солана Фаундейшн, отметил он. Также он добавил, что переломный момент с магазинами заставил сместить фокус на NFT-платформу DRIP. В то время как наши магазины посещают от 500 до 1000 человек в неделю, DRP обслуживает то же количество клиентов каждый день. Но ребят тоже додумались открывать свои магазинчики во время медвежки, особенно с такой тематикой как Web3. Люди вообще не понимают, что это такое и как это можно потрогать. Проблема заключается именно в медвежьем рынке. В это время минимальное количество людей интересуются криптоактивами. Если вы часто слышали такую фразу, что всего лишь 1% от всего криптовалютного рынка зарабатывают, тогда вы все прекрасно понимаете. Только этот 1% закупается во время медвежки, а остальные фиксируют свои минуса и больше никогда не лезут в крипту, либо ждут, когда они выйдут хотя бы в ноль. А насчет Web3 я считаю, что именно эту нишу займет Китай. Об этом я рассказывал в своих предыдущих роликах уже не один раз, поэтому не вижу смысла сегодня повторяться. Возможно в будущем поговорим еще об этом. В любом случае, спасибо тебе, что ты досмотрел данный ролик до конца. Если поставишь лайк, буду очень тебе признателен. Хотя бы за то, что у меня нет никакой рекламы на канале. И никогда ее не было, и пока что точно не ожидается. А у меня на сегодня все. Всем до завтра.